Цвет в релокинге имеет огромнейшее значение, потому что цвет – это то, что формирует эмоциональное восприятие образа. И говоря сегодня о цветах, выделяя какие-то трендовые модные оттенки по версии Pantone, в принципе, довольно много цветовых прогнозов, но все они сходятся в одно, в настроении года. Поэтому я беру Pantone, и вы понимаете, что если вы берете какой-то другой прогноз, то там, в принципе, то же самое вы найдете. И разбираю цвета с точки зрения их эмоционального воздействия, то есть силы, которые они имеют. Сегодняшнее занятие называется «Новыми красками», потому что именно цвет позволяет радикально преобразить образ, при этом оставаясь в рамках привычного, в рамках знакомого. И даже сохраняя привычный силуэт, даже сохраняя привычный стиль, добавляя новые цвета в свой образ, вы так или иначе меняете его. И для меня, как для стилиста, не существует двух одинаковых платьев, если они разных цветов. В одном и том же крое, в одной и той же ткани, но разные цвета будут играть всегда совершенно по-разному. Поэтому, экспериментируя с цветом, я рекомендую в магазинах находить и примерять вещи в одинаковом крое, но при этом в разных оттенках. Таким образом вы развиваете свое цветовое видение и калибруете свое умение сочетать цвета. Сравнивая что-то подобное, различающееся только по одному показателю, вы более чисто, более тонко начинаете чувствовать задежду. Собственно, релокинг – это та техника, которая требует очень такого расшатанного эмоционального восприятия, потому что для того, чтобы добиться видимого эффекта в релокинге, необходимо в первую очередь изменить настроение, которое излучается образом. И если говорить о одежде, если говорить о привязке к конкретному человеку, то настроение, излучаемое образом, в принципе, заложено в его внешности, заложено в тех цветах, которые рекомендуются согласно его типажу. Здесь вы видите слева цветовой круг, ну, это не привычный цветовой круг, где градиент просто завернут в круг. Это круг, разложенный по цветотипам. Зима, весна, лето, осень, ну, и у каждого по три подтипа. Условно в этой системе присутствуют четыре типажа, но по факту их оказывается 12. Я эту систему не считаю идеальной, потому что, когда так много принципов классификации, получается, что, когда так много полочек, на которые можно разложить классифицируемые объекты, кажется, что система не идеальна. Для работы с цветом, для подбора цвета я рекомендую руководствоваться двумя основными характеристиками. Первое – это степень контрастности вашей внешности, то есть то, насколько тон волос отличается от тона кожи и тона глаз. И, соответственно, контрастность определяет то, насколько контрастным может быть сочетание цветов для вас. К примеру, если вы посмотрите на Deep Winter и Deep Autumn, это, получается, верхний правый и нижний левый окол, они находятся друг напротив друга. Вы увидите и там, и там довольно глубокие, темные, насыщенные тона. И эти типажи отличаются тем, что у них одновременно с насыщенным тоном волос также насыщенный тон кожи. И, собственно, это заставляет выбирать цвета в менее контрастных сочетаниях. И в то же время, к примеру, яркая зима – это Bright Winter, самый верх, и, к примеру, Light Spring – это типажи, которые обладают большей контрастностью. Соответственно, там присутствуют не только темные, но и более светлые оттенки, и, соответственно, допустимы их контрастные сочетания. Летний типаж, наиболее распространенный у нас, его вы можете видеть в нижнем правом углу, характеризуется тем, что у этого типажа все цвета, которые они используют в образах, должны быть немного приглушенными, неоткрытыми, как будто припыленными, как будто застиранными. Но проблема в том, что часто, когда мы выбираем эти цвета, сами по себе они смотрятся довольно элегантно. Переложив их к лицу, мы видим, что они действительно украшают кожу, украшают волосы, но при этом в целом общее настроение образа получается какое-то серое. И создается впечатление, что если вы относитесь к летнему типажу, либо относитесь к неконтрастной осени, то, в принципе, общее впечатление от образов, которые вы будете создавать, выходит довольно сдержанное, довольно скучное. И его можно назвать не то, что осенним в плане привязки к типажу, а осенним в плане настроения, то есть немножко хмурым. И в этом случае помогают контрасты, которые возникают не за счет контраста цветов, а за счет контраста фактур. И повышение контрастности, фактурности образа способствует усилению, визуальному усилению цветов и оттенков, которые в этом образе использованы. Так, вот, собственно, основные принципы озвучил. Это легкое введение в теорию цветотипов, но, в принципе, от цветотипов вы можете довольно подробно послушать видео, которое входит в бонусные материалы, где я рассказываю о том, как определить свой типаж и как определить свою цветовую схему. Теперь, собственно, переходим к модным цветам. Почему я для релокинга выбрал именно принцип модности цвета? Потому что мода всегда в любой момент своего проявления стремится показать что-то новое. И если вы хотите освежить восприятие себя, освежить свой образ, то первое, на что следует обратить внимание, это, конечно, то, что сейчас в моде. Мода всегда немножечко провокационна, но в то же время она полна хороших идей, она полна ярких, интересных сочетаний. И под прикрытием моды можно себе простить даже не самое удачное, не самое идущее вам сочетание цветов, форм, фактуры и так далее. Почему? Потому что просто это модно. Под предлогом модности можно простить себе какие-то мелкие ошибки. И самым модным цветом этого года называют ультрафиолет. В принципе, название цветов ультрафиолет, фуксия, электрик, горчица – это довольно широкая категория. Поэтому, когда речь идет о модном цвете ультрафиолет, который видите слева, в квадратике, в центре неба, он ближе всего соответствует тому, который в сэмблере понтона. Это не означает, что только этот оттенок в моде. Это означает, что в целом эта гамма сейчас находится в хайпе, находится в тренде. И дизайнеры, создавая одежду, понимают, что даже если взять одну и ту же краску, но разные виды ткани, получится абсолютно разный эффект. Поэтому эту рекомендацию по модному оттенку можно трактовать довольно смело, как это вы видите на схеме, которая изображена справа. По центру находится тот самый ультрафиолет вверху, и вы видите, что он условно разделяется на две группы – более теплую и более холодную. Фрио и квентэм. Фрио – это тот цвет, который подойдет обладателям холодного и нейтрального типажа, то есть две немного розоватой кожи. Более теплый, да я бы сказал, даже немножко с оттенком коричневого, особенно это заметно в нижних оттенках, когда цвет окончательно расслаивается. Больше подойдет представителям теплых типажей. То есть если у вас слегка желтоватая кожа, либо присутствует карий оттенок волоса. Если говорить о макияже, то такой теплый оттенок ультрафиолета визуально делает карии глаза яркими, теплыми и как будто более прозрачными. То есть рисунок радужки кажется более объемным. Этот цвет очень эффектно работает в макияже и также в макияже губ. На губах он смотрится совершенно иначе. Если цвет матовый, то это визуально очень сильно увеличивает объем губ. Если цвет глянцевый, то увеличивается не только визуально размер губ, но и объем фактуры. То есть в матовом цвете вот такой теплый ультрафиолет визуально очень красиво, как бы это выразиться, он создает слегка бархатистый эффект. И в одежде, и в макияже теплые оттенки фиолетового всегда имеют какое-то бархатистое настроение, какой-то бархатистый визуальный эффект. И поэтому эти цвета очень эффектно будут сочетаться с темными насыщенными оттенками, вроде изумруда, либо неви. Потому что в сочетании с этими темными оттеночными цветами, вот эта бархатистость цвета будет визуально еще больше раскрываться. И он будет казаться более глубоким, более объемным, более дорогим. Часто сам по себе этот цвет на вешалке может казаться немножко грязным. Но при этом в правильном сочетании, которое я озвучил, вы сможете легко его вести в свой образ и добиться очень яркого эффекта. Чтобы вы не волновались относительно того, что то, что я проговариваю, не визуализировано на слайде, позже все эти сочетания будут подробно в дизлайдах разобраны. Это холодный ультрафиолет, то, что мы видим слева. Это цвет, который не очень хорошо переносит цвета соседей, он их просто забивает. Если вы сочетаете его с каким-то ярким цветом, всегда получается какое-то спортивное настроение. То есть это подойдет для образов в настроении спортшип. Но при этом, если это просто casual, если это офис, любой яркий цвет в образе будет как-то простить общее впечатление от образа и будет создаваться довольно сильный диссонанс. В сочетаниях этот цвет, в сочетании с темными цветами, оттеночными, которые я говорил уже, которые я называл к предыдущему оттенку, к теплому, смотрится наоборот как-то плоско и простовато. Но при этом он очень эффектно раскрывается в сочетании с блеском, либо блестящими фактурами. То есть любая фактурная лаковая кожа, любая металлизированная кожа, любой люрекс в сочетании с холодным ультрафиолетом визуально делает блеск не таким вульгарным, дешевым, а сам ультрафиолет становится более ярким, и он начинает светиться. И вот именно в холодном оттенке в сочетании с металликом мы понимаем, почему этот цвет называют ультрафиолет. В нем действительно возникает какая-то аура свечения, и кажется, что этот цвет не просто нанесен на материал, кажется, что он светится, что он излучает. Дальше мы видим расслоение каждого из оттенков на более насыщенный и менее насыщенный. И внизу еще на четыре оттенка, которые вытекают из этих. И, соответственно, в третьей строчке более светлый цвет соответствует менее контрастному типажу, более темный цвет соответствует более контрастному типажу. То есть чем более у вас насыщенный цвет волос, тем, соответственно, более темный оттенок вы себе можете позволить. А вот левый в каждом столбике вы уже можете, в принципе, легко встретить в цветовых гаммах для неконтрастных типажей, как для осени, так и для лета. И с этими цветами, особенно когда они раскладываются уже на четыре цвета внизу, мы видим, что получилось у нас в итоге через один два ярких цвета в каждой колонке и два таких довольно грязненьких цвета. И получается, яркие цвета, красивые, привлекательные, заметные, насыщенные, это и фиолетовые в нижнем правом углу, или ловы в правой колонке, это и яркий синий, который условно можно назвать электрик, в левой колонке, самый последний, это Vivo, и лилово-синий второй в левой колонке. Эти цвета легко использовать в своих образах для эмоциональной перезагрузки, потому что у каждого из этих цветов, у каждого из этих компонентов ультрафиолета очень сильный заряд, повышенного слова, энергии. То есть они введены в любой образ, будь то образы на основе серого цвета, будь то темно-синий, будь то коричневый, как доминирующий цвет в образе, в сочетании с этими цветами образ выглядит свежо, ярко, в них как будто появляется энергия биения жизни. Но при этом первый, третий в левой колонке и первый, третий в правой колонке наоборот производят довольно тяжелое, немножко хмурое впечатление. Но это супер валентные цвета. Что такое валентность цвета? Валентность цвета – это способность цвета менять свои характеристики в зависимости от сочетания с цветами соседями. То есть это цвет, который меняется, который меняет свой оттенок в зависимости от освещения и сочетания. И эти цвета позволяют сделать визуально более яркими все натуральные природные цвета. То есть все натуральные оттенки коричневого, бежевого, зеленого в сочетании с вот этими хмурыми оттенками ультрафиорета визуально становятся более яркими, более насыщенными. Это подойдет для тех, кто по каким-то причинам боится ярких оттенков, либо считает, что они ему не идут, либо, к примеру, если речь идет о покупке одежды, то тяжело покупать одежду ярких цветов, потому что она довольно быстро надоедает. Более приглушенные тона, конечно, более универсальные носятся дольше. И вот эти приглушенные оттенки ультрафиолета позволят ваш гардероб в натуральных приглушенных тонах сделать визуально более ярким и более насыщенным по цвету. Также эти цвета хорошо играют в макияже, особенно те оттенки, которые вы видите справа. Хмурые оттенки фиолетового в сочетании с серо-зелеными глазами делают оттенок глаз практически прозрачным. Вылетело из головы название камня. Нефит, нефит, вот. Делают оттенок глаз практически нефитовым. То есть в нем появляется какая-то искрящаяся, какой-то искрящийся холод. Несмотря на то, что сам по себе цвет фиолетовый и довольно приглушенный в сочетании с усиленными зелеными глазами, на веках он смотрится как коричневый. И это хорошо подходит для, к примеру, дневного либо офисного макияжа. Таким образом вы освежаете внешность, но при этом остаетесь в комфортных рамках. Холодные оттенки ультрафиолета, первый и третий в левом столбике, хорошо подойдут для серых глаз. Довольно часто встречается такой оттенок серого, который вроде бы пластичный, меняет свои оттенки, но сам по себе кажется невыразительным. То есть это темно-серые глаза. Иногда его можно назвать синим либо голубым, но этот оттенок синего либо голубого всегда выходит довольно слабым даже в солнечную погоду. И спасением в данном случае являются вот такие вот тени, которые визуально темно-серый оттенок глаз делают более синим, более холодным, более чистым. И чаще всего такие глаза встречаются у представителей неконтрастных типажей, у которых даже склера, то есть белок окрашен в слегка розоватый цвет. У контрастных типажей склера либо зеленоватая, либо желтоватая, у неконтрастных типажей часто она розовая. Иногда даже оттенок белка практически не отличается от оттенка слизистого круглого глаза. То есть глаза часто выглядят как уставшие либо заплаканные без макияжа. И вот этот оттенок эту проблему решает. То есть даже если у вас глаза склонны к покраснениям, используя тени этих тонов, вы визуально делаете взгляд более свежим. Собственно, мы своей задачей добились. Сделали взгляд более ярким, свежим. Это уже первый урок, который нам дал модный в этом сезоне, не в этом сезоне, а в этом году ультрафиолет. А, собственно, находимся мы на слайде, который показывает нам возможность сочетания цветов с ультрафиолетом, точнее, возможной гаммы. Что такое гамма? Это как аккорд в музыке, который создает определенное настроение. Есть мажорные аккорды, есть минорные аккорды. И если вы посмотрите на кружки, где цвета завернуты вот слева, то увидите, что каждый из кругов, каждая из гамм производит определенные впечатления. То есть некоторые получаются легкие, приглушенные, романтические, некоторые декадансные, некоторые яркие, контрастные, артистичные, как пример сочетания, которое называется драмакин. Вот вы можете видеть его в центральном столбике, второй сверху. И Пантон очень любит давать какие-то определения, названия цветам, потому что это позволяет распрыть их настроение, их эмоциональную природу. И вы видите, что по яркости, по степени контрастности сочетания гаммы тоже довольно разные. Значит, мы получим результат, который можно будет применить абсолютно к любому типажу. Сам по себе фиолетовый цвет в производстве одежды играет огромнейшее значение. Он присутствует в коллекциях практически любого магазина масс-маркета. В любой сезон, зайдя в магазин женской одежды, вы обязательно найдете что-то фиолетовое. Почему? Потому что полюшеру – это цвет, успокаивающий цвет гармонии. И по исследованиям нейросоциологов, этот цвет, который чаще всего выбирают женщины в состоянии ПМС, в состоянии беременности, либо в каком-то взвинченном состоянии, стремясь успокоиться. Как ни парадоксально, мы будем использовать фиолетовый в этом сезоне для того, чтобы, наоборот, взбодриться. Сейчас подробно разберем каждую из гамм и, собственно, расскажу, как всем этим пользоваться. Продолжение следует...